Германия. Аэропорт. На глазах у изумленных встречающих полиция задерживает девушку. Она вернулась из Доминиканы. Легкий загар, сувениры родным. Внешне обычный турист для подарков выбрала популярные нынче термокружки. Сюрприз оказался именно в кружках кокаин. Один из самых популярных наркотиков в Доминикане. Можно сказать бренд на наркотическом рынке. Это государство в восточной части острова Гаити считается крупной транзитной точкой, через которую наркотики путешествуют США, Европу и стран Латинской Америки. Девушка-белорусская причастность к кокаину в кружках отрицала, но суд признал виновной. Срок получила в Германии. Отметка в паспорте о регистрации в поселке под Гомелем, возможно, не привлекла бы внимания, если бы не череда новых задержаний в Германии и уже на территории Беларуси. Белорусская новая гута. Досматривается легковушка двух таких же любителей Доминиканы. 75-89 годы рождения. Буквально за пару часов до этого момента один встретил другого в аэропорту. Солнечного острова привезли вино. Кстати, тоже распространенный туристический презент. Преступники были уверены догадаться, что спиртное, ничто иное, как насыщенный кокаиновый раствор, практически невозможно. Ведь не вызывало же вино в чемоданах подозрения в аэропортах. Когда бандиты поняли, что их раскусили, пытались уничтожить улики. Но не вышло. Экспертиза показала. Вине кокаин. Эти два любителя знойных пляжей Доминиканы тоже родом из все того же поселка на Гомельщине. И белорусские оперативники стали раскручивать дальше и дальше клубок тайных связей. Ниточки привели в Россию, а дальше в Украину другие страны. Вся работа по выявлению и пресечению деятельности таких групп, это, с одной стороны, очень трудоемкий, с другой стороны, очень длительный, и, с третьей стороны, очень творческий процесс для оперативных подразделений. Наша задача именно выявлять организаторов. Один из задержанных оказался матерым бандитом с багажом вооруженных разбоев и убийства. Он и вербовал своих земляков на отдых в Доминикане с возможностью заработать. Да, у нас малость, на самом деле. Страх внутренний, то есть что ожидать от людей, которые так поступают. Кокаин из Доминиканы шел транзитом через Беларусь, как позже поймут оперативники, а потом и следствие. Преступную сеть создал гражданин Украины. Чем занимаешься в Российской Федерации? Хотел получить гражданство. Как давно нигде не работаешь? Я вообще не работал в России. У меня достаточно в Украине активов. В Доминикане приобретались крупные партии кокаина для последующего сбыта в России. В составе группы были супруга организатора, пара граждан России из Москвы, шесть граждан Беларуси, возможны другие лица и фактически все. Родом из одного и того же населенного пункта под Гомелем. Задержание в России, вы видите эти кадры, результат совместной работы оперативников двух стран. О, опустил! Организатор наладил разветвленную сеть по сбыту кокаина в Московской области. Мужчина подбирал доверенных лиц, обеспечивал их деньгами и туристическими путевками в Доминикану. Наркокурьеры, приехав на курорт под видом туристов, получали там кокаин, наркотик растворяли и заливали в бутылки. Курьеры перемещали кокаин через границу Доминиканской республики. С самолетом вылетали в Европу, затем в Украину и уже автомобилем везли наркотик через Беларусь в Россию. Товар в бутылках принимали по цепочке другие члены банды. В Беларуси цепочка оборвалась. К слову, чего только не придумывали уже преступники, чтобы без препятствий перемещать кокаин через госграницы. И удивительные тайники, например, ценные для истории куклы, детские присыпки или арбузы, это даже не самые гениальные идеи. В нулевые популярными были джинсы, пробитанные наркотиком. Потом массово пошли глотатели, кокаин превращали в жилье, затем выпаривали. В истории есть даже гробы с обивкой кокаиновой на вкус. Преступникам не вдомек. Если какая-то интересная форма тайника выявляется в мире, оперативники солидарны между собой и всегда делятся новинками. А дальше уже дело техники и смекалки наркоконтроля. Ослаблена борьба с теми, кто распространяет, организует поставки. Конечно же не будет. Результативность твоей работы будет оценена тогда, когда ты найдешь голову этой гидры, или голову этого спрута, а не кончик его щупальца отрубишь. Когда ты вышел на организованную группу, на проводника. Кокаин – наркотик традиционный и бьет по молодежи не меньше новомодной синтетики. Проблема глобальная, мировая. Для информации, международная команда исследователей 7 лет анализировала количество наркотиков в сточных водах 37 стран. Их вывод – потребление кокаина увеличилось в 13 раз. На фоне других стран не только по кокаину, по борьбе в целом с наркотиками, Беларусь выглядит более презентабельно, чем многие передовые страны. Эксперты полагают, это в первую очередь результат достаточно жесткого законодательства. И в целом неравнодушие государства к проблеме. Очевидно, что самостоятельно расследовать в нынешнее время уголовные дела, особенно связанные с организованными преступными группами, распространение наркотиков в трансграничном формате очень непросто. Поэтому мы здесь очень активно вовлекаем в наши процессы международного права сотрудничества. И вот свежий пример. Среда. Суд Борисовского района. На скамье подсудимых брещанин в компании наркодельца с двойным гражданством. Россия – Германия. Вот кадры их задержания. Килограмм перуанского кокаина не доехал до потребителя. В Беларуси уничтожено звено крупного международного канала поставки. Совершали преступления в составе организованной группы по приобретению и хранению перевозки кокаина. Совершено незаконное перемещение через государственную границу Евразийского экономического союза, а также покушение на пересечения государственной границы Республики Беларусь. Сроки немало, как и в истории о тесных связях односельчан из-под Гомеля. И этот канал поставки кокаина в Беларусь, Россию, Украину перекрыт. Трое членов организованной группы, задержанных в Германии, привлечены к уголовной ответственности, согласно законодательству этой страны. Иные члены группы под следствием в России. Белорусские фигуранты на днях осуждены Гомельским районным судом к 16 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима. Вот так небольшому поселку совместными усилиями наркоконтроля Беларуси и России не дали стать маленькой белорусской Сицилией. Олеся Высоцкая в главном эфире.